Когда мы достигли паритета, на предприятии работало тогда 18 300 человек. О становлении завода и развитии города, о том, как все начиналось, как создавался ядерный щит страны, рассказывают гостям маркетинга выставочного комплекса. Впервые музей производственного объединения «Старт» открыл двери для всех желающих. Смертоносные атомные бомбы, межконтинентальные баллистические ракеты «Сатана» и так называемая «Кузькина мать». Самая мощная в истории человечества – ядерная боеголовка. Полувековая история градообразующего предприятия в нескольких выставочных залах. У меня был дедушка, Резин Николай Максимович. Он работал на этом заводе, очень много здесь проработал, его очень многие из этого предприятия знают. Ты еще сюда придешь? Ну, при первой возможности, если будет возможность, конечно, приду. Ну, первый раз я тут, мне понравилось. Ну, увидеть, какие оборудования были раньше, во Вторую мировую или в Первую. Вооружения этой эпохи здесь, конечно, не найти. Грозный арсенал был создан в послевоенное время для того, чтобы новая война никогда не разразилась. Экскурсии и экспозиции выставки оказались интересны не только представителям сильной половины. Мне понравились бомбы. Очень интересно на них посмотреть, узнать, откуда они, кто это сделал. Интересно очень. Пройти здесь, посмотреть все. На градообразующем предприятии создают не только оружие, но и приборы для мирного времени. К примеру, завод сотрудничает с российскими железными дорогами. Наши специалисты производят детали для современных скоростных поездов. Почувствовать себя машинистом смог каждый посетитель музея. Тут мне понравился поезд, вот этот вот макет. Там интересно, как вот это вот, что происходит. Когда вот едешь в поезде, там, ну, как бы не знаешь, что там внутри, а это вот прям посмотреть очень интересно. Это так классно, что поезда Самсана ездят на нашей электронике. Ну, на электронике, которую делают в нашем городе. Гордость за свой город. Ну, радость, что живешь в таком прекрасном городе, в чистом, зеленом. Еще завод здесь ядерный, ядерные бомбы производят. Это был первый день открытых дверей в выставочном комплексе производственного объединения «Старт». У тех, кто в минувшую субботу не смог попасть на экскурсию, тоже есть шанс приподнять завесу секретности. Музейные дни на заводе планируют сделать традиционными. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...